Ну что, начинается новый день И сегодня, сегодня меня ждет новый, новый вызов и новая победа над самим собой В чем история? Сегодня мы идем с ребятами в Universal Studios Но не на обычные аттракционы дневные, да? А идем на Halloween Horror Nights Это, в общем-то насколько я понимаю, полтора месяца идет специальная программа вечерняя Начинается с шести вечера и до двух ночи И, в общем-то, они сделали аттракционы, которые тебя будут максимально пугать И почему я сказал, что для меня это новый вызов? Потому что все мои посещения подобных аттракционов закончились просто в каком-то очень таком глубоком детстве И как это было? Ну, мы пошли в парк аттракционов И вот я помню, что два, даже это было два раза Первый раз я вам уже рассказывал выпуски из Сочи где я катался на американских горках Ну, в общем, тогда я в детстве прокатился на американских горках просто опустив голову в колени и боявшись смотреть по сторонам Вот, в Сочи я это дело победил трехкратно, так скажем Вот И так же в этот же день Ну, когда я был тоже совсем маленьким Мы еще катались в пещере страха Там в чем история была Ты садишься Садишься в такие машинки И они тебя везут по пещере Ну, и там всякие страшные штуки происходят И я помню, что мы сидели с мамой И что-то я тоже как-то по-моему, куда-то в пол смотрел Вот В общем, точно помню, что какое-то неудовлетворение от этого осталось И потом второй мой заход был Это уже спустя какое-то количество лет Мы с моим другом Олегом И с его, по-моему, папой Пошли Да, пошли В парк Челюскинцев Это В Санкт-Петербурге Такой парк тракционов Совсем небольшой И там была А, пещера страха Она была настолько маленькая Что, по-моему, это Это был вообще контейнер морской Что-то типа того Вот, и там Тебе надо было пройти маршрут Такой, буквой П Вот, и мы с Олегом вдвоем туда зашли Он, по-моему, шел первый И То ли на первом, то ли на втором Так скажем Страшном участке страха Олег прошел вперед А я просто что-то так испугался Что Ну, просто, ну, не мог идти вперед И Открылось окошко Возле этой Там, по-моему, выезжала такая Ну, типа, ведьмы что-то из стены И, короче, ну, я просто встал И, ну, не могу пройти Мне страшно Просто такое цепенение такое И Сотрудник, который всеми этими девайсами управлял Там есть у него окошко Такое Он его открыл Такой Да иди ты вообще Я, типа, не буду больше ничего включать Вот И, короче Он, ну, остановил все эти страшилки И я просто прошел По По этой пещере Вышел И все Больше Я Пещеры страха не ходил Но не потому, что я боялся Наоборот Вот у меня, ну, то есть вроде бы и не было такого прям Мандража Но Ну, короче, так вот Ну, никогда варианты не подворачивались Вот И Сегодня Сегодня Спустя много лет Когда я уже Вроде как становлюсь более-менее осознанным парнем Я иду, пожалуй Ну, я так понимаю, что это одно из самых страшных вообще Таких приключений, которые может быть Потому что это Universal Studios Потому что это Голливуд Ну, где, как не здесь Делают самые крутые аттракционы Вот Поэтому Ребята были в прошлом году И сказали Ну, в общем-то, они меня и позвали Они говорят Блин, Эндрю Просто такое нельзя пропустить Как-то надо обязательно идти И Они постоянно мне говорят Что я просто Ну, как бы и без мата Если сказать, то офигею Ну, вот Так что Так что Не знаю Вот Идем Идем, в общем Ставить какие-то чекпоинты Иду Доказывать себе Что Точнее Ничего доказывать себе не буду Просто хочу Наконец-то Выбросить из головы Эту историю С Так скажем Неудачным экспириенсом В пещере страха Вот Хочу для себя поставить Отметочку Что Окей Пещера страха Ну, окей Все понятно Страшно Но Не более того Вот Поэтому Вдвойне рад И Уже Уже в предвкушении Вот Буквально через час Уже все это дело начнется Вау Просто Просто вау Пока что Пока что Больше нечего добавить В общем-то Не знаю Смогу ли я там Что-то снимать Но Посмотрим В любом случае Впечатления своими поделюсь Так что Оставайтесь на связи А и Давайте пока по билетам Тоже расскажу Значит Сингл пасс На именно Хоррор Найтс Стоит 70 долларов Точнее Он стоит От 70 до 99 долларов В зависимости От дня недели Мы идем Сегодня среда Самый такой Непопулярный день Поэтому билет Стоит 70 долларов Поэтому в теории Людей будет немного Но Кто его знает Да Следующий тип билета Это тоже Сингл пасс На один из Ну На выбранный вами день Но Он позволяет Один раз Один раз Пройти на любой аттракцион Без очереди Вот Дальше Его стоимость Я сейчас уже И уже буду привирать Потому что я Ну Особо не смотрел Не концентрировался На ценах Ну Примерно порядок Буду говорить Если обычно Стоит 70 То Вот этот вот Который позволяет Один раз На каждый аттракцион Без очереди Пройти Он стоит В районе 100 115 долларов Ну Соответственно Один раз Ты проходишь Без очереди Если хочешь повторить Уже Стоишь в очереди И есть Unlimited Это Когда ты Всегда можешь Без очереди Проходить Сколько угодно Он в районе 200 долларов Стоит Ну И конечно же Куда же без Различных Вип Предложений Я тоже Не вдавался В чем там История Но запомнил Что там Какая-то Добавляется Экскурсия Что-то еще В общем В общем Можно найти себе Приключения На любой вкус И да Это стоимость Билетов Именно на Horror Nights Если вы хотите Пойти Непосредственно В В парке Universal Да Ну На классическую На классические Аттракционы То Вам нужно Будет покупать Другой тип Билета Ну Это Сингл-пасс То есть Обычный Классический Билет Там Они Начинаются По-моему От 120 долларов По-моему Но Для Резидентов Вот Для Туристов Я Пока Не Готов Сказать Сколько Стоит Но Ребята Мне что-то Говорили Что в районе 200 долларов На весь день То есть Такая Как бы История Ну Как я и говорил В Universal У меня Такого Прямо Сильного Рвения Нету Потому Что Мне хочется Идти С кем-то С кем Можно Будет Разделить Эмоции От этого Приключения Вот Есть Вариант Пойти С тем Кто Уже Здесь Был Да Был человек Который Первый Раз Все Это Испытывает Вот Поэтому Скорее Всего Оставим Посещение Universal На Следую Следую Пришествие В Штаты Вот А Horror Nights Я понимаю Что Это Настолько Тема На любителя Что Что Определенно Имеет Смысл Уйти Потому Что Когда Я Предлагал Даже Джейку Сынный Вот Они Такие Говорят Мы Ну Короче Мы В Universal Пойдем С удовольствием А Вот На Horror Nights Да Ну Что Мы Небольшие Любители Таких Острых Ощущений Вот Я Это Тоже На самом Деле Не особый Любитель Но Для Меня Это Вызов Для Меня Это Работа Над Собой Вот И Возможность Освободить Освободить Мозг От Старых Воспоминаний Которые Мне Не то Что Меня Тревожат Но Вносит Какое Непонимание То есть У меня Нету Сейчас Определенности Касаемо Страшилок То есть Я сейчас Не понимаю Как я Себя Буду Вести В этих Ситуациях Вот Поэтому Хочу Хочу Это все Испытать Изучить Себя И быть Ну Более Осознанным Как-то Так Вот Все Уже Скоро Встретимся С Лигизом И А пока Буду Идти Наблюдать Прекрасные Закаты Эти Прекрасные Тихие Улочки Оставайтесь На связи Так Ну что Вот Мы все И в сборе Точнее Еще не все Но Скоро Скоро Будут Совсем Все Мы Буквально В 200 метрах Наверное От главного Входа Здесь Поскольку Высокая Горка Тут Сходит Специальный Такой Автобус Который Всех Лентяев Возит Возит В эту Горку Собственно Сейчас Мы На нем И Прокатимся Страхово 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 Сладко Страхово Страхово Спасибо, что с нами здесь, в Универсал Студио Холливуд, в Сити-Уоке, и хорошего вечера! Но, единственное, что тут, в принципе, ну, либо еда, либо какая-то одежда продается, в общем, классическая тема, где вы можете потратить ваши деньги. Время сделать туристические фотки. Так, тут уже ребята с бензопилами внезапно появляются, просто идешь прямо, и за угла выбегает чувак с бензопилой прямо тебе в ноги. Причем, реально запах бензина. После пары таких перформансов уже в каждом встречном начинаешь ожидать какой-то подвох, что обычный человек, который идет рядом с тобой, может оказаться каким-то опасным, особенно ребята в капюшонах. Только что стоял, залипал в телефоне, просто какой-то чувак подбегает в маски, тебя просто пугает, ну, таким классическим, типа, эффектом. Короче, да, реально в тонусе я чувствую, мы тут будем. Все, нам пиздна, нам пиздна, нам пиздна! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Привет! Привет, как дела, Алтихи? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ау-ха-ха! Ха-ха-ха! Питер! Питерская тусовка. Питер! Да, и прикиньте, реально все из Санкт-Петербурга здесь. Просто на одном месте опасно стоять, а не просто начинают. Просто внезапно откуда-то подходят, и все, ты уже обосрадышке. Я уже обосрадыш, хорошо, что ты с ним не делал. Просто ты не можешь по сторонам не смотреть, это просто ты каждую секунду ожидаешь какого-то подвоха. А куда я не видел? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Надо же продвинуться! Ух, просто тренируйся! Ребята, я иду в кипятку! Ребята, давайте соберемся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Ой, за минут 5 Такое себе впечатление Поэтому обязательно не экономьте Реально не экономьте Покупайте билеты прям На Без очереди А второй нюанс Я почему-то подумал, что в LA всегда тепло И одел только футболку И все, о чем я думаю Последние часа полтора Это как бы согреться Тут еще прикол, что мы пошли А аттракцион Этот парк юрского периода И там, блин Ты едешь на машинках И По воде Постоянно брызги летят, короче В самом начале ты даже садишься Садишься Ну в эту кабинку И там мокрые сидения И, короче, это было адски И только что вернулись Со Stranger Things И там Тебя тоже водой опрыскивают Периодически Короче, это прям испытание Вот Почему я так тяжело дышу И вообще, почему я иду по ступенькам Вы поняли, чтобы Хоть как-то согреться И начать уже Получать удовольствие От происходящего Так Если это 160 Десятая 159 Вот это 158 ступенька 158 Любимое число Вот А что клево, что Универсал у них в приложении Есть Все аттракционы на карте Отмечены И показано Среднее время ожидания на каждый А сейчас Почти на все аттракционы Время ожидания Час 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 Прикиньте И А Через три часа Парк уже закрывается То есть Ну Прикиньте Какая фигня Поэтому мы приняли решение Пойти в самую В самое начало Потому что там Сейчас аттракционы С С ожиданием В 30 минут 20 минут В общем Двигаемся уже по принципу Не где самый клевый аттракцион А где меньше очередей О И тем временем мы За приятным разговором Покорили Почти весь подъем Еще маленький остался Так Время сейчас 15 минут 12 23.15 За это время мы посетили Парк юрского периода Stranger Things И самый первый аттракцион Walking Dead Три аттракциона Вот А пришли мы сюда По-моему В 7 часов Поэтому По ощущениям Еще максимум Три аттракциона У нас Ну ладно Будем концентрироваться На Не на том Сколько осталось А на том Чтобы наш следующий аттракцион Был самым классным Самым бодрым И так далее Вот Смотрите Это Трехсотая ступенька Да И что-то я пока еще Не согрелся Нифига Вот Ну ничего Дома теплый чай Витамин С И И хороший Хороший Крепкий сон А еще Еще пошли тут Перекусить Потому что Я сразу после тренировки Не успел поесть Очень дико хотел кушать И Пошли искать еду И тут короче Нету вообще веганского Ничего Единственное Нашли Кафе Там была Замороженная кинуа И Ну как бы как замороженная Просто охлажденное кинуа С какими-то ягодами Взял ее И Ел эту холодную кинуа Конечно теплой Она была бы просто изумительна Но когда это все Холодное Ты еще замерзший Просто ты это ешь В надежде В надежде на то, что Ну ничего Сейчас Организм все это дело согреть И начнет Перерабатывать в энергию Вот Но Посмотрим Во всяком случае Этой энергии мне хватило Чтобы подняться на Сейчас посмотрим сколько 340 341 342 На 345 ступенек Вау Ну неплохо Неплохо Да Немножко Немножко Чувствуется Начинаю разогреваться А ребята Поехали на эскалаторе Еще пока почему-то Даже не поднялись А вот они 345 ступенек Йоу Смотрите И на входе На каждый аттракцион Пишется Примерное время ожидания То есть помимо того Что это в приложении Пишется Еще на входе Ну блин молодцы Интересно то ли Как они это мониторят Как они это считают Так ну что А сейчас уже час ночи А сегодня парк Закрывается Закрывается именно В это время Закончили мы На Симпсонах Да Закончили на хорошей Ноте Да Ильгиз Да Посоветовал В общем-то Да Прокатиться на Симпсонах Очень Вот Симпсоны Блин Конечно Тоже очень круто Там Суть в том Что Ты как бы Садишься В Ну В некую кабинку И таких кабинок Ну Короче В кабинке сидит Порядка 8 человек И таких кабинок Штук 8 тоже И Вы одновременно Выезжаете На некий купол На котором Проецируется В общем-то Всякие Безумные Шатания Мотания И кабинка Все это повторяет Сделано Настолько Здорово Что Во время Свободного падения Ой Эти ребята Еще здесь А что Во время Свободного падения Реально Прямо Захватывает Дух То есть Не от страха А именно Вот это Ощущение Что ты Реально Падаешь Ну Я думаю Вы понимаете Когда Перестаешь Чувствовать Вес Своего Тела Вот Это Офигенно А Что Тебе Сегодня Понравилось Больше Всего Мне Больше Все Понравилось Пустыни 2 Они Были Круче Всего И Страшнее всем О Да Да Чуть Не зарубили Последние Два Понравился Больше Всего Предпоследний Потому Что Ну Потому Что Мы Долго К нему Шли Успели После Stranger Things Немножко Как бы Релакс Нуть И тут Реально Попадаешь В такой Вообще Гриппи Гриппи Трэш Последний Тоже Был Страшный Я думаю Если бы Мы На него Пошли В первую Очередь То Мы Еще Больше Испугались Короче Смотрите Полкишка Они Сейчас Под Конец Да Целая Группа Должна Выбежать И они Короче Вообще Не Открою Бега Вот Видишь Их Логой Сейчас Да Да Ребята Явно Готовятся К чему Да Кстати Одна минута Осталось До закрытия Возможно Они Смотри Смотри Да Да Сейчас Начнется Да Они Да 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 Они сейчас Нас Вытащили Они сейчас Оттуда нас Выгонят Они с тебя Угу Все Вот такое здесь закрытие. Так, ищем Эльгиза. А, здесь. Ой, ну мы четко, вообще удачно попали. Кстати, то, что буквально еще там час назад я думал о том, что надо покупать паз, который без очереди вас пропускает. На самом деле сейчас другая мысль родилась. Если все эти скерри-аттракционы за день проходить, то где-то к середине уже вырабатывается некий иммунитет, ты перестаешь испытывать вот эти вот прямо совсем такие эмоции первородные. Поэтому, возможно, имеет смысл покупать, ну, как бы на два дня билет, чтобы в первый день сходить там не на все, да, не торопясь. Вот. И потом как бы перезагрузиться и пойти на оставшиеся. Потому что мы где-то аттракционов... Короче, мы где-то половину аттракционов прошли только, да, за это время. Вот. И то, по ощущениям, больше точно не надо, потому что уже начинает, ну, переедаться. Вот. Поэтому подумайте тоже об этом, да, когда будете брать билеты. Вот. Возможно, для вас это сработает гораздо эффективнее брать на два дня билет. У них есть, кстати, специальные тоже предложения, что покупаешь билет на один день, второй с какой-то скидкой или что-то такое. В общем, почитайте у них на сайте. Там достаточно широкие варианты по предложениям. В общем, что-то для себя вы точно найдете. Так, ну что. Проводил ребят домой. Точнее, ну, мы вместе с ними доехали на такси. Вот. Респект Ильгизу дал мне свою кофту. Так что будет немножко потеплее идти. Да, ну, соответственно, ночь. Сейчас меня не очень хорошо видно, но я думаю, что оно и не надо. Главное, главное поделиться своими мыслями, впечатлениями. Ну, смотрите. Я прям не скажу, что я в дичайшем восторге. Хотя, я, наверное, больше всего, что на меня произвело впечатление, это аттракцион «Трансформеры» и, пожалуй, «Симпсоны». Сейчас все объясню. Эти аттракционы, они работали в рамках Horror Nights, хотя, ну, там, по сути дела, это были, это классические аттракционы, которые в дневное время в Universal Studios, в общем-то, ну, показываются. Так вот, они работали в рамках Horror Nights, и меня именно впечатлили они технологиями. В «Трансформерах», например, ты садишься в некую кабинку, надеваешь очки, и, ну, создается такое впечатление, что ты постоянно ездишь по различным локациям, тебя там дико колбасит, а, еще надеваешь очки, эти, ну, 3D-очки, вот. И из-за этого, ну, создается прям очень крутое впечатление, то есть в какие-то моменты, когда какие-то взрывы происходят тебе, жаром обдают в какие-то моменты, брызги воды на тебя летят, вот, это прямо, меня это впечатлило с точки зрения технологий, да, то есть, как, как все круто увязано, как круто увязана картинка, звуки, специальные эффекты и так далее, это, это производит какие-то, ну, реально впечатляет, и я даже в какие-то моменты, мне было не столько интересно смотреть на то, что происходит, ну, потому что я небольшой фанат трансформеров, и, ну, как бы я вообще не понимал, ну, и, ну, короче, мне это не очень нравится, но мне было настолько интересно наблюдать за тем, как это все взаимосвязано, что я периодически снимал очки, чтобы посмотреть, что же происходит, как на самом деле, в каком положении находится наша кабинка, что реально показывается на экранах, и как они расположены, вот, это реально прямо самое такое, ну, сильное впечатление для меня, соответственно, в Симпсонах то же самое, там немножко попроще все сделано, то есть там, в принципе, ты стоишь, твоя кабинка находится на месте, а вокруг тебя просто купольная проекция, точнее, полукупольная, ну, то есть на 180, то есть ты, грубо говоря, находишься по центру купола, сзади тебя ничего нету, а спереди этот купол, и, в принципе, похожие моменты, также брызги на тебя летят, вот, но, но поскольку там без 3D очков, то, в принципе, чуть-чуть-чуть-чуть слабее, по ощущениям было, вот, но, ну, Симпсоны, они на то и Симпсоны, чтобы это было больше, так скажем, по фану, вот, как же классно идти по пустым улицам, значит, дальше что из впечатлений, ну, конечно, конечно, реально, то, что я, конечно, так оделся прохладно, блин, я просто, ну, не мог насладиться моментами, так скажем, вне аттракционов, то есть, когда ты на аттракционе, понятно, что у тебя мозг отключается, ну, в смысле, ты полностью концентрируешься на аттракционе, и все окей, но как только ты выходишь, сразу начинаешь думать так, блин, так холодно, что-то надо сделать, как-то надо походить, и так далее, вот, ну, это ладно, это мои переживания, думаю, вам это не сильно интересно будет, вот, значит, так, начали мы с аттракциона «Ходящие мертвецы», «Walking Dead», это тоже базовый аттракцион, который в дневное время в Universal Studios предлагает. Поначалу, то есть, когда мы стояли еще в очереди, ну, я, конечно, был впечатлен, во-первых, я, в принципе, не знал, чего ожидать от аттракционов, а, во-вторых, ну, я был впечатлен, именно, насколько все круто задекорировано, насколько все круто сделано в плане, ну, я там поснимал, да, немножко висит этот телевизор, на котором ведущий, как бы, рассказывает, как себя надо вести, и, как будто бы он находится, но это не так, не в скучном формате он рассказывает, да, что, пожалуйста, не делайте так, делайте так, а он именно это рассказывает, как будто бы он находится в одной из комнат, и к нему еще ломятся, там, мертвецы или кто-то еще, вот, и все это сопровождается звуками, которые не просто из, как бы, из динамиков телевизора доносятся, а реально где-то то справа, то слева от тебя, но очень классно, вот, а сам же аттракцион, ну, не знаю, ну, как бы, да, все дорого-богато сделано, вот, но, то ли его надо более медленно проходить, чтобы каждой локацией наслаждаться, то есть, да, чтобы вот, ты зашел в локацию, осмотрелся, и начинается экшен, то ли и не знаю чего, ну, ну, как бы окей, то есть, хороший-хороший аттракцион, там, добротный, вот, значит, следующее, что, после этого мы пошли на, пошли на Stranger Things, но когда увидели, что там длинная очередь, и увидели, что всего пять минут есть на новый аттракцион Парк Юрского периода, когда я только прилетел в Л.А., его настолько активно рекламировали, то есть, я помню, его по радио крутили, везде билборды были, ну, я прямо, вот это тот пример, когда ты строишь ожидания, которые не очень сильно оправдываются, в общем-то, как ребята рассказали, этот аттракцион уже был, Виньверсал, но он уже там был какой-то древний, и его сейчас переделали, и по заверениям Виньверсал Студио сделали прямо что-то дико крутое, ну, по ощущениям, я так скажу, я все, всю, всю, всю дорогу этого аттракциона реально сидел и скучал, точнее, я думал о том, что, блин, я сижу в мокрой, в мокрой, это самое, на мокром сиденье, с постоянной брызги на меня летят, вот, и было, короче, не кайфово, вот, а в самый последний момент, что мне очень понравилось, за что им огромный респект, это то, что они очень умело отвлекли твое внимание, то есть, ты там ближе к концу, так, ребят, спойлер, если что, проматываете на минуту вперед, ну, ближе к концу, там сверху вылезает большой этот тираннозавр, и ты на него просто концентрируешься, и, но в этот момент ты, как бы, забываешь, что все это время ты поднимался в горку, а соответственно, что происходит после подъема в горку, правильно, падение с горки, вот, и ты полностью сконцентрировал на тираннозавре, и вдруг в этот момент выключается свет, и ты резко начинаешь падать вниз, вот, и вот это, вот это было круто, это реально было неожиданно, это было, ну, в меру страшно, вот, и поэтому там даже стояли камеры, которые делали фотографии твоего изумленного лица, вот, но в конце, конечно же, куча брызг, ты вылезаешь такой мокрый, вот, и, блин, это, конечно, было жестко, вот, а дальше мы пошли на Stranger Things, стояли, ну, реально, ну, час точно мы в очереди стояли, вот, менялись, Саша, Саша периодически давал свою куртку, вот, я, в общем-то, чуть-чуть пытался согреться, сам аттракцион, в чем прикол этого аттракциона, он находится в кинопавильоне, и ты, когда заходишь в этот кинопавильон, ты просто видишь, что это построена декорация, то есть у нее нету крыши, и ты такой думаешь, блин, короче, ну, что, то есть это уже такой, ну, как сказать, больше бутафория чувствуется некая, вот, ну, и сам, конечно, аттракцион, ну, вроде, вроде так, как бы, и вроде и страшно, но, в общем, это действительно на любителей этого, ну, этого сериала, то есть, да, если вы полностью в теме, возможно, вам прям очень понравится, ну, мне, мне, как бы, в целом просто понравилось, да, какой-то еще был момент, а, еще очень важный момент, что, конечно, нужно идти так, чтобы перед вами не было людей, потому что, либо, ну, чем аттракционы эти славятся, да, тем, что очень много актеров, которые в этих аттракционах участвуют, и, соответственно, когда перед тобой идут люди, то зачастую актеры отыгрывают на этих людей, и, то есть ты, все, что ты успеваешь заметить, это испуг людей впереди идущих, и, соответственно, ты уже начинаешь понимать, ага, типа, значит, сейчас тут будет что-то происходить, поэтому реально советую выдерживать дистанцию в идеале в одну комнату, чтобы в следующей комнате перед вами никого не было, да, чтобы вы не знали, что там будет, вот, это будет прям очень круто работать, что мне очень понравилось в Stranger Things, это то, что там было очень много дверей, которые, ну, соответственно, когда ты видишь дверь, ты ожидаешь, что оттуда, возможно, что-то может выскочить, и ты, ну, это создает более такое напряжение, потому что в некоторых аттракционах, когда ты идешь, там, там, значит, что, там дверей нету, ты заходишь в комнату и понимаешь, ну, отсюда точно ничего не может выскочить и так далее, тебя это немножко расслабляет, вот, окей, после этого мы пошли, после этого мы поняли, что уже время у нас не так много остается, выбрали, и стали выбирать аттракционы по принципу, где меньшее время ожидания, вот, и пошли на аттракцион, по-моему, называется он Last of Us, или как-то так, короче, что-то про АС, вот, ну, нас, в смысле АС, вот, и это было прикольно, это было прикольно, потому что хоть он и был, а, да, чем этот аттракцион был прикольным, тем, что там вся-вся концепция построена, в принципе, на том, что может происходить в реальной жизни, то есть какие-то сумасшедшие люди, какие-то больные люди и так далее, и ты действительно, ну, погружаешься в это, потому что понимаешь, что, в принципе, такая ситуация действительно может произойти в жизни, вот, и там было действительно страшно, особенно после, ну, как бы, Stranger Things, где было, ну, так себе, средне страшно, вот, и то есть, вот, ну, на контрасте, конечно, мы все-все-все, ну, поняли, что да, это, короче, прямо, прямо очень хорошо было, вот, и после этого, практически в том же самом месте, мы пошли на следующий аттракцион, называется Ящик Пандоры, там тоже все было не менее страшно, там даже, по большому счету, как бы, объективно так судить, там даже было еще более страшно, потому что там очень было много темных комнат, где ты, ну, просто реально, ты заходишь в эту комнату, и ты ничего не видишь, и ты вообще не знаешь, к чему готовиться, вот, это, это прям, ну, здорово, что не здорово, что, в принципе, все, все, все эти, это называется мейс, ну, то есть, как бы, лабиринт, в общем, как бы, ну, в России то, что называется аттракцион, да, там, аттракцион-страшилка, здесь называется мейс, вот, все эти мейс, они построены по принципу, ну, просто такого, ну, банального, банальной неожиданности, то есть, ну, таких страшилок, серий, ву, да, как бы, ну, блин, ну, не знаю, ребят, ну, можно, можно как бы, как-то и, не знаю, какую-то драматургию сделать, что-то такое, вот, мы, когда стояли в очереди, ну, развивали темы, я говорю, блин, как же было бы круто, если бы, не знаю, в очереди бы туда внедрять, аниматоров, да, которые внезапно, да, в какое-то время, превращались бы в зомби, и, ну, прикиньте, да, вы стоите в очереди, вдруг человек, который рядом с вами, просто начинает каким-то зомбаком становиться, какой-то вообще дичи творить, вот, в этом плане, конечно же, мне очень понравились ребята, которые с бензопилами стояли на входе, вот, это было прям очень круто, потому что это действительно было неожиданно, вот, и, ну, это вот, вот это круто, это прям такой, ну, не интерактив, ну, ну, по сути дела, да, вот, разные были мысли, вплоть до того, что, я говорю, блин, прикиньте, да, если вы там, ну, покупаете условно билет, то ваше приключение уже начинается, да, то есть, ну, тут же можно развивать тему, что все, вы купили билет, и там, когда вы его, скажем, забираете, да, где-то, там уже какой-то, там какая-то страшная штука происходит, в общем, вас погружают в приключения, в те моменты, когда вы этого совершенно не ждете, вот это, вот это прям новый уровень, и, я уверен, что когда люди все-таки присытятся, вот этими страшилками, да, типа, там, и все такое, вот, кто-то, кто-то когда-нибудь дойдет именно до такого, потому что, ну, поймет, что просто люди перестали платить за такие вот, просто пугалки, вот, и начнет делать действительно что-то такое прямо крутое, то есть, ну, крутое, что я подразумеваю, именно требующее какой-то драматургии, режиссуры и так далее, потому что, опять-таки, почему трансформеры крутые? Потому что это технология, это технология, это действительно труд, это идея, это концепция, это синхронизация, а все остальные страшилки, это, по сути дела, хорошая работа художников, да, то есть, дизайнеров, ну, и аниматоров, вот, но так делали уже, там, сто лет назад, да, условно говоря, и, в принципе, ну, по сути дела, ничего и не меняется с этого момента, вот, ну, а в заключении были Симпсоны, и, ну, Симпсоны и Симпсоны хорошо, мне что понравилось, что там охоть и ожидание было тоже порядка 40 минут, но ты все это время проходишь в разные комнаты, там показываются различные мультики, различные сценки разыгрываются, в общем, как бы ты уже, когда стоишь в очереди, ты чувствуешь себя частью шоу, это прям очень круто, помогает скоротать время, ну, в общем-то, там было тепло, вот, что, что тоже большой плюс, вот, Симпсоны, также, да, с технологической точки зрения, конечно, порадовали, вот, и все, после этого мы уже отправились, вот, домой, теперь, теперь я уже иду здесь, и я очень рад, что я уже дошел до, почти до дома, вот, так что, так что, что могу сказать, одевайтесь тепло, значит, одевайтесь тепло, если вы идете на страшилки, то, скорее всего, лучший вариант, это идти, в два дня, да, потому что за один день, ну, вы присытитесь, и перестанете, бояться, да, вот, и, конечно же, конечно же, не, 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 не жалейте деньги на, этот самый, проход без очереди, это, знаете, как с концертами, ты можешь купить, сколько раз я себе уже говорил, что я не буду покупать дешевые билеты, потому что, какие-нибудь дешевые, скажем, стоящие билеты, потому что ты стоишь вдалеке, ты особо, ну, когда ты особо не хочешь, да, на концерте, там, трясти башкой, то есть, скажем, вот, например, допустим, идете вы на концерт групп, ну, исполнительница Шаде, у нее все построено на крутейшем шоу, и там либо надо сидеть рядом с ней, ну, просто, чтобы видеть ее лицо, эмоции, либо, ну, либо просто сидеть, да, где-то, вот, а стоять вдалеке, ты как бы просто, там, два часа ее шоу стоишь, ты уже начинаешь уставать, видишь ее только с экрана, и думаешь, блин, да нафиг это надо, вот, с Universal, пожалуй, то же самое, если уж все-таки вы решили сюда идти, то, ну, не пожалейте денег, и, действительно, ну, вложите их в впечатление, в максимальные впечатления, а это, что касается Horror Nights, еще раз повторю, это, два дня, и проход без очереди, тогда вы действительно кайфанете, и, ну, я считаю, что это того стоит, вот, все, я останавливаю запись, потому что, потому что, уже практически у дома, так, что кто-то звонит, вот, и, и пора греться. Все, до скорого.